Видео подготовлено для канала Уроки ТВ. Математика 4 класс. Автор Чекин. Часть 2. Задание 44. Сравни две записи деления столбиком числа 587 на число 28. Чем отличаются эти записи? Почему вторую запись называют сокращенной? Чему равно второе промежуточное делимое? Как оно связано с делителем? Какую цифру в неполном частном нужно писать на втором месте слева? Итак, рассмотрим первый пример деления. 587 делимое, 28 делитель. Начинаем делить с того, что определяем первое промежуточное делимое. В данном случае это будут цифры 5 и 8, то есть число 58. Почему? Потому что вот это делимое, 58, неполное делимое, делится на 28. Делится оно потому, что оно больше, чем 28. Или равно. Если бы первые две цифры выражали число, которое меньше, 28, то тогда нам нужно было бы взять не две цифры, а три цифры. Потому что если бы число было бы меньше, чем 28, оно бы не делилось на 28. Точнее, оно делилось бы, но получился бы 0. А так как 0 впереди числа мы не ставим, то тогда нам нужно начинать деление с числа, которое даст нам цифру отличную от нуля. Ну, в данном случае это две цифры 5 и 8, число 58. Это первое промежуточное делимое. Делим его на 28. Нужно взять по 2. Вот здесь двоечкой написано. Первая цифра в неполном частном. Теперь мы 2 умножаем на 28. Получаем 56 и вычитаем 56 из 58. Получаем остаток 2. Вот остаток 2. Дальше мы сносим семерочку. Это последняя цифра делимого. И получаем второе неполное делимое 27. И теперь мы должны на этом этапе деления его разделить на делитель 28. Но 27 меньше, чем 28. Поэтому при делении мы получаем в неполном частном 0. Этот 0 обязательно нужно записать, что здесь и сделано. Но дальше мы должны завершить этап. Дальше мы должны 0 умножить на 28, получим 0. Из 27 вычитаем этот 0 и получаем. Но раз мы 0 вычитаем, то получаем 27. И тогда 27 уже у нас оказывается в остатке. На этом деление закончено, потому что все цифры делимого мы рассмотрели. Все разделили. И остаток получили меньше делителя. 27 меньше делителя. Значит, все правильно. Деление окончено. Результат деления неполное частное 20. Остаток 27. А теперь рассмотрим второй случай деления. Тоже делимое 587. Тот же делитель 28. Тоже начинаем деление. Первый этап все, как и в прошлый раз. Разделили 58 на 28. Получили 2. 2 на 28 – 56. Вычли. Получили остаток 2. Следующую цифру дописали. Получилось 27. И все. Получается, что вторая запись короче первой. Но, тем не менее, деление выполнено правильно. То есть, что здесь сокращено? На втором этапе деления. Получается, что у нас делимое 27. Оно же потом и будет равно остатку. Поэтому вот эта запись, минус 0, она как бы не имеет смысла. Вот эту запись и не записали здесь. То есть, второе неполное делимое, оно фактически переросло в остаток. А это случилось тогда, когда неполное делимое меньше делителя. Единственное здесь, какая тонкость. Здесь нужно очень быть внимательным и не ошибиться. Конечно, если у нас получился остаток меньше делителя, то на этом деление окончено. Ну, если бы, конечно, все цифры делимого рассмотрели. Но при этом нам нужно не забыть про вот этот 0, который был записан и правильно был записан в неполном частном. Но здесь можно еще как себя проконтролировать. Помните, мы говорили о том, что по первому неполному делимому мы можем определить, а сколько цифр будет в неполном частном. Здесь первая неполная делима – это 58, и выражает оно число десятков в делимом. 58 десятков. А значит, тогда десятки и будут выражать первая цифра неполного частного. То есть, вот эта полученная цифра 2, она будет показывать десятки, а значит, за ней должна обязательно быть еще какая-то цифра, даже если это будет 0. Но 2 должна стоять на втором месте, а значит, должно быть 2 цифры. Это мы можем использовать для контроля. И тем не менее, такая сокращенная запись, она целесообразна, потому что немножко экономит наши силы, наше время, ну и бумагу. Теперь давайте посмотрим вопрос, на который мы еще не ответили. Ну, почему запись сокращенная, об этом мы уже поговорили. А вот чему равно второе промежуточное делимое? Об этом мы тоже говорили. Но тем не менее, давайте запишем еще раз. Второе промежуточное делимое 27. Следующий вопрос. Как оно связано с делителем? Оно меньше делителя. Поэтому у нас и получилась сокращенная запись. Оно меньше делителя. Следующий вопрос. Какую цифру в неполном частном нужно писать на втором месте слева? На втором месте слева. В неполном частном нужно писать 0. Именно потому, что неполное частное меньше делителя, поэтому в этом случае нужно обязательно в неполном частном записать 0. Ну и в этом случае возможно использование сокращенной записи деления. На этом все. Если вам понравилось видео, не забудьте поставить лайк. Если у вас появились вопросы, пишите в комментариях. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!